Доктор на работе Мы говорим о сахарозаменителях и на наши вопросы отвечает врач-диетолог Марина Сергеевна Махиша. Марина Сергеевна, вот есть множество слухов о том, что подсластители, они как-то на инсулин влияют. Как вы вообще к ним относитесь? Ну, давайте сразу тоже определим, зачем нам нужны подсластители. Дело в том, что человеку, особенно если у него было неправильное питание, если он ел много мучного и сладкого, бывает объективно сложно сразу отказаться от этих продуктов. А если человек не может от этих продуктов отказаться, то начинаются срывы. И вот в процессе снижения веса нам нужно ограничить употребление быстрых углеводов, да, для того, чтобы хорошо, что процесс, и для того, чтобы не было рисков для здоровья. А человек постоянно срывается. Поэтому лично я отношусь к подсластителям хорошо, потому что они действительно помогают, особенно на первом этапе, когда человеку нужно снизить вот эту зависимость от мучного и сладкого. А я хочу обознать, что это именно определенная форма зависимости, потому что быстрые углеводы определенным образом влияют на мозг человека и действительно формируют уже такую тягу своего рода к этим продуктам питания. И бывает непросто сразу от них отказаться. И вот как вспомогательный инструмент для подслащения тех продуктов, ну, к сладкому вкусу, которых мы привыкли, например, сделать ту же самую полезную творожную запеканку, сырники, какие-то, возможно, смузи с добавлением подсластителей, это хороший подход. Если вдруг вот возникает ситуация, что очень хочется сладкого, то, конечно, лучше выбрать какой-то десерт с подсластителем, чем непосредственно уже обычную сладость. То есть мы относимся к этому именно как к вспомогательному инструменту. Это инструмент полезный, которым нужно правильно использовать. Да, но здесь тоже должна быть мера, о которой мы предупреждали, что любое чрезмерное употребление каких-то продуктов может нести для себя негативные последствия для здоровья, даже если этот продукт изначально очень хороший. Да, поэтому вот здесь доза определяет самое главное, да, лекарство или яд, все зависит от дозы. И, соответственно, есть действительно информация в интернете, что якобы подсластители могут способствовать развитию сахарного диабета еще сильнее, что они как-то могут влиять на выработку инсулина. Что тут важно понимать? Что, в принципе, вот выработка инсулина в организме – это нормальный и естественный процесс. И не надо бояться инсулина, так как вот про него в интернете там страшных историй пронаписали, что все, если колебания инсулина, то уже все. То есть самое главное, чтобы эти колебания инсулина находились в пределах физиологической нормы, а не происходило вот таких резких скачков после того, как вы съедаете пирожное. И, соответственно, выброс небольшого количества инсулина на продукт, который содержит подсластитель, он действительно может быть. Потому что, как бы там ни было, сладкий вкус мы чувствуем. И, соответственно, есть определенная реакция мозга. Но эти колебания инсулина, они безопасны, они не настолько значимы, но чтобы пугать людей и говорить, все, подсластители теперь не ешь. Я могу сказать, что, например, даже как показывают исследования, выработка инсулина может наблюдаться на звон столовой посуды. То есть все, что связано... Условный рефлекс, да, да, такой рефлекс. Поэтому вот не стоит пугаться, что подсластители, особенно если это безопасные подсластители, которые мы обозначили сегодня, вы используете, что это как-то может усугубить ситуацию и плохо повлиять на показатели вот инсулина и глюкозы. Марина Сергеевна, у нас есть звонок, нам звонит Валентина. Валентина, здравствуйте. Мы вас слышим. Скажите, какой у вас вопрос к доктору? Марина Сергеевна, будьте добры, скажите, пожалуйста, я из всех сладочек ем только горький шоколад. Но сейчас, в 2024 году, к сожалению, там появился молочный жир и сорбитан-3-сиарат. Это ли не вредно? Ну и вот три подушечки ем. И подозрение, не то, что подозрение, а сомнение. Жирок 6,6 грамм в трех подушечках, НЖК 4,1, ну и сахара 7,3. Ну и, значит, это пишут горький шоколад, а какао 55%. Как относиться? Вот смотрите, так как вы рассказали, очень приятно слышать, что вы следите за своим питанием и знаете даже, сколько ваших трех дольков шоколада содержится сахара и жиров. Будьте спокойны, в том количестве, в котором вы едите, это абсолютно безопасно. Тем более там в составе уже прозвучал как раз безопасный подсластитель и молочный жир уже тоже реабилитирован. То есть в умеренном количестве он полезен для нашего здоровья. Здесь самое главное, и вот за что мне хочется очень вас похвалить, потому что когда я это слышу, мне это действительно вызывает радость. Это то, что вы посчитали там 3-4 дольки и на этом остановились. Проблема, когда человек не может остановиться на трех дольках и съедает целую плитку. Поэтому вот в том количестве, в котором вы употребляете, может быть, и быть абсолютно спокойно, это нормально. Ничего там вот вредного и нехорошего в этом шоколаде не содержится. И доза абсолютно умеренная для того, чтобы вы не переживали за показатели сахара и инсулина. Да, Валентина, спасибо за звонок, не переживайте, вы молодец. У нас есть еще один звонок. Байкал, здравствуйте, вы в эфире. Какой у вас вопрос к доктору? Здравствуйте. 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 Скажите, вот природный продукт, мед, вот если его использовать в качестве заменителя, вот как он будет? Спасибо вам огромное за этот вопрос, потому что миф о том, что мед лучше сахара и является заменителем сахара, это такое достаточно крепкое убеждение, которое живет в голове у многих. Значит, давайте посмотрим, что в составе меда. Мед на 80-85% состоит из быстрых углеводов фруктозы и глюкозы. Фруктоза и глюкоза – это моносахара, то есть, да, если мы с вами представим молекулу сахара, то это дисахарид. А вот глюкоза и фруктоза – это моносахара, и поэтому усваиваются нашим организмом эти быстрые углеводы даже быстрее, чем и сахара. То есть, мед в этом отношении, но точно не лучше сахара с точки зрения влияния и на уровень глюкозы в крови, и на количество калорий, которые мы получаем. Значит, те, ну, истории про то, что в меде содержится очень много полезного, вот нужно не путать мед и продукты пчелоделия, потому что мед, поскольку он на 85% состоит из углеводов, вот остальные там 15%, на что они приходятся, да, но если вы будете пытаться набрать вот эти микродозы каких-то полезных веществ из меда, вы точно переберете с калориями и будете добирать вес. Да, поэтому, ну, вот продукты пчелоделия, перга, например, да, прополис, они действительно полезны для здоровья, потому что по результатам исследования в их составе присутствует порядка 20 различных веществ, которые обладают бактерицидными свойствами. Потому что этими продуктами пчелы, скажем так, обрабатывают свое дупло как раз, чтобы там не заводились вредные бактерии. И когда есть рекомендация при простудных заболеваниях, там, кусочек перги, там, или кусочек прополиса рассасывать или добавлять в напитки, вот это связано с этим, это да, это действительно может быть полезно, или полоскать рот. Поэтому мед – это такой же углевод, как и сахар, просто кому-то он больше нравится по вкусу, вы можете использовать его в питании, но очень важно следить за количеством. Точно так же, как мы не запрещаем сахар, мы всегда говорим, что самое главное следить за тем, какое количество вы его потребляете. И вот 5-6 чайных ложек меда в день, при том, что у вас отсутствуют другие сладости, это абсолютно нормально, если этот продукт вам нравится. Но вот есть мед, думая, что это замена сахару, и не следить за количеством – это достаточно серьезная ошибка. Да. Байкал, спасибо вам большое за звонок. Марина Сергеевна, спасибо вам за этот глубокий, кристально чистый ответ. У нас есть еще один звонок. Ольга, здравствуйте, мы вас слышим. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, у меня вопрос такой. Вид можно принимать? Доктор называла сукралозу, а я принимаю сахарозлитель. Можно его принимать? Вот дело в том, что есть коммерческие названия, коммерческие названия продуктов, ну точнее брендов, вот как бренды называют подсластители. И очень часто сукралоз – это коммерческое название сахарина и цикломата. Поэтому нужно прям посмотреть в составе, что написано. И должна быть сукралоза, а не сукралозит. То есть вот если сукралозит, то скорее всего это что-то на основе аспарта. Ну потому что это их коммерческие названия, этих подсластителей, они же хитрят тоже. Они знают, что сукралозу все называют безопасным подсластителем. По ней есть исследования, которые на протяжении 30 лет уже доказали безопасность этого подсластителя. Схожие названия. И вот очень часто при использовании синтетических подсластителей вот так названия меняют. Поэтому сукрозит – это не сукралоза. Ольга, мы ответили на ваш вопрос? Ищите, что сукралоза должна быть. Да, это бывает обычно, ну или аспарта в составе, или цикломат. Это коммерческое название. Да, спасибо вам за ваше обращение. У нас есть еще один звонок. Зинаида, здравствуйте, вы в эфире. Какой у вас вопрос к врачу? Да, мне эндокринолог или диетолог, кто там у меня по поводу точно. У нас сегодня диетолог Марина Сергеевна Макиша. Можете задавать свой вопрос? А скажите, пожалуйста, вот мне в последнее время почему-то постоянно хочется черного горького шоколада. Сахар я не ем. Варенье, сгущенку – это я ничего, мне не хочется, кроме вот горького шоколада. Что такое, я не знаю. И вот полнота меня молчит. Ну, полнота здесь нужно с питанием заниматься. А если вас тянет вот именно на... Вот на другое сладкое вас не тянет. Только на горький шоколад вас тянет, да? На горький шоколад. Только вот что покрыто вот темным шоколадом горьким. Ну, темным шоколадом. Не ровно никакие. Именно темный, черный, горький шоколад. Ну, здесь может быть два момента. С одной стороны, когда нас тянет на шоколад, вот именно на черный шоколад, это может говорить о том, что в организме не хватает магния. Потому что какао-бобы содержит много магния. И вот такая тяга именно к черному шоколаду иногда может быть таким косвенным признаком того, что организму не хватает магния. Соответственно, можно попить добавочку. Эта добавочка относится к числу полезных. И, в общем-то, курсами периодически магний пить будет полезно всем. Вот. И, соответственно, второй вариант – это то, что с возрастом меняются вкусовые рецепторы. Наши вкусовые рецепторы, они тоже с возрастом немножко атрофируются. И поэтому возникает тяга к продуктам с более ярким вкусом. Да, вот горький шоколад, он все-таки… Вот дети его не любят, потому что дети не любят яркие, интенсивные вкусы. А вот с возрастом у нас вкусовые предпочтения меняются. И вполне возможно, что вам неинтересно, потому что у него нет такой вот специфической горчинки, и вкусовые рецепторы хотят чего-то поярче. А горький шоколад, он может как-то к головным болям приводить? Или нет такого эффекта? Ну вот 2-3 дольки черного шоколада горького точно головной боли не приведут. Не в этом проблема. А вот если вы, например, очень много пьете какао, то мы напоминаем, что какао, в общем-то, тонизирующий напиток, и в его составе содержатся те вещества, которые в том числе могут повышать давление. Но это тоже нужно постараться какао в такой дозировке выпить, чтобы вот голова разболелась, ну как и кофе, да? То есть если это одна чашка какао, то точно голова от нее не должна болеть. Если это 20 граммов шоколада, то точно как-то на состоянии вот болит, голова не болит, это влиять не должно. Зинаида, мы ответили на ваш вопрос? Да то ничего, иногда прям кушаешь и постоянно сосет и сосет. Но у меня есть диабет второго типа. Ну диабет второго типа. Вам тогда тем более нужно продукты, сахаросодержащие в своем рационе контролировать. Следите за этим? Контролирую, потому что я пью таблетки один раз в день. Ну вот тогда выбирайте черный шоколад, который с подсластителем. Сейчас такие есть на рынке, которые в составе не содержат сахара, содержат именно какао-бобы, ну понятно, какой-то жир, или молочный, или растительный, чтобы сделать шоколад, да? Все-таки это продукт, в составе которого есть жиры. И соответственно, чтобы в составе был какой-то безопасный подсластитель, такой продукт можно даже при диабете. Да, Зинаида, спасибо вам за ваше обращение. Черный шоколад без сахара, то, что можно. Да, без сахара, но в составе посмотрите, чтобы не было двойников, потому что если будет без сахара, но с патокой или каким-нибудь финиковым сиропом, то это не без сахара, а шоколад, по сути. Да, это очень важно. Марина Сергеевна, вопросы из нашего телеграм-чата. Добрый день, расскажите о к... Насколько он безопасен? Спасибо. Что это такое вообще? Тоже такая разновидность натурального продукта, который часто используют именно за счет того, что он дает сладкий вкус, и его используют при производстве напитков и при производстве какао. Я хочу обратить внимание, что кероп, тем не менее, содержит определенное количество углеводов и имеет калорийность. Просто этих углеводов меньше, они поступают в организм в сочетании с пищевыми волокнами, и поэтому данный продукт не так сильно влияет на уровень глюкозы в крови. Почему? Его, собственно говоря, и используют для производства каких-то там ПП-десертов, каких-то сладостей. То есть, в принципе, да, это вариант хороший при умеренном, мы подчеркиваем, употреблении, как какая-то альтернатива привычным сладким вкусам, привычному шоколаду. Но я опять же хочу обратить внимание, что это калорийный продукт, и углеводы в нем все-таки присутствуют. То есть, если мы возьмем вот эритрит, да, то это подсластитель ноль калорий. Вот кэроп, это другой же продукт, там уже есть и углеводы, и калории, но влияние на уровень глюкозы в крови у него, ну, такое, то есть, нет повышения, которое бывает от обычного сахара. Так, хорошо, это зафиксировали. Еще один вопрос. Делают десерты с подсластителями аллюлозой и сукралозой, а можно ребенку 11 лет их давать? Да, да, да. Сукралоза, по крайней мере, точно, я знаю, есть исследование, и беременным, и детям. Можно использовать в питании, но аллюлоза, собственно говоря, тоже, потому что это натуральные, как мы уже сказали. При том, что сукралоза искусственный подсластитель, но он безопасный, с хорошей клинической базой, то есть, по нему очень много клинических исследований, которые подтвердили его безопасность на протяжении 30 лет. Аллюлоза – это натуральный продукт, поэтому можно использовать в детском питании ее тоже спокойно. Марина Сергеевна, есть звонок от Галины. Галина, здравствуйте, вы в прямом эфире. Какой у вас вопрос к доктору? Здравствуйте, я хотела спросить про сахарозаменитель, который в шоколаде тоже в горьком бывает. Вот у меня преддиабет, я ем одну дольку в день. Ешьте спокойно. Это тоже разновидность спиртов, мультитол. Он калорийный, но, тем не менее, в том количестве, в котором вы употребляете его, он безопасен. И на уровень глюкозы в крови он не влияет. Да, спасибо вам за обращение, Галина. И мы уже готовы ответить на вопрос Анны Андреевны. Анна Андреевна, здравствуйте, мы вас слышим. Какой у вас вопрос? Алло? Да, здравствуйте. Анна Андреевна, здравствуйте, пожалуйста, выключите телевизор и разговаривайте с нами по телефону. Какой у вас вопрос? Да я хотела спросить у доктора, как в домашних условиях проверять сахар? Там натощак, через два часа еще как? Уточните, пожалуйста, с какой целью вы проверяете сахар и чем вы пользуетесь? То есть каким образом вы проверяете сахар? Ну, у меня есть прибор, который сахар... Так. Так. Вы с какой целью это делаете? У вас заболевание есть какое-то? Нет, я просто проверяю сама периодически. Ну, тогда самое главное, проверяйте сахар утром натощак. Это самое главное, да? Да, это самое главное. Но я хочу вас предупредить о том, что наличие домашнего глюкометра не отменяет хотя бы раз в год сдачи анализов на глюкозу в лаборатории. Потому что, к сожалению, все-таки домашние глюкометры не являются такими вот настолько стопроцентно надежными, чтобы мы могли прямо на них только ориентироваться. То есть это хороший инструмент для динамического наблюдения. Но диагноз сахарный диабет, например, никто никогда не поставит по показателям домашнего глюкометра. То есть если вы придете, например, к доктору и скажете, у меня вот по домашнему глюкометру сахар повышенный натощак с утра, вас все равно доктор отправит сдавать анализы в лабораторию, потому что это такое вот первое приближение. То есть это хороший инструмент, особенно для людей, у которых есть сахарный диабет, для контроля своей динамики показателей. Вот поэтому то, что вы следите за показателем сахара, это хорошо, вот, но все-таки сдавать хотя бы раз в год в лаборатории этот анализ я бы вам рекомендовала. Да, Анна Андреевна, вы молодец, что следите за показателями своего здоровья, не забывайте, потому что в лаборатории нужно делать. Да, очень приятно, что телезрители такие активные, и мне радостно слышать, что многие следят за количеством продуктов, которые содержат сахар в своем питании, следят за показателями сахара в крови. Это говорит о том, что люди заботятся о своем здоровье, по крайней мере, для них это важно, это очень хорошо. Да, это замечательно. Потому что это действительно те показатели, которые важны, которые являются важными критериями нашего здоровья. Спасибо вам за звонок, Анна Андреевна, и мы уже готовы принять следующий звонок. Обращение от Нины Николаевны. Нина Николаевна, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слышим, какой у вас вопрос к доктору? Насчет физиков. Так. Можно ли при сахарном диабете кушать финики или нет? Я при сахарном диабете есть финики не рекомендую, максимум один. Потому что, как мы сегодня уже говорили, это продукт, который содержит достаточно много быстрых сахаров, то есть это, по сути, сладкий продукт, как конфета. Ну, единственное, что в отличие от конфеты, в финиках присутствует еще хоть что-то полезное. Да, то есть там есть пищевая клетчатка, там есть некоторые витамины и микроэлементы. То есть если мы будем сравнивать конфету и финик, то финик однозначно лучше. Но при наличии сахарного диабета не больше одного финика на прием это точно. И не больше двух за день. Это такая... Да, потому что это тоже такой вот миф, когда люди стараются уйти от сладкого, вот от сахара, то, что мы с вами говорили, без сахара. Вот посмотрите, что в составе. Финиковый сироп и финиковая паста. А что это такое? Это быстрый углевод. Да. Нина Николаевна, пожалуйста, аккуратнее. Как уже было сказано, лучше не надо. Сахарафруктов лучше выбирать при диабете, лучше выбирать чернослив или курагу. То есть если вот что-то вместо конфеты, это точно лучше, чем финики. Вот, и опять же следить за количеством. Две-три штучки, не больше, на прием. То есть если финик один, то желательно не каждый день. То есть вот финики это не продукт для пациентов с сахарным диабетом. Спасибо большое вам за звонок. У нас есть следующее обращение от Александра. Александр, здравствуйте, вы в эфире. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Значит, я покупал натуральную стевию в таблетках, натуральный подсластитель. А там на первом месте в составе кукурузная патока. Это разве стевия или что это? Вот, какой вы внимательный. Ну, конечно, если вы покупаете, и написано, что это стевия, а в составе у вас кукурузная патока на первом месте, а дальше там уже идет все остальное, то это, ну, такая вот уловка маркетинговая. То есть вроде бы в составе заявлено. Очень часто, ну, производитель меняет название, и оно, в общем-то, похоже на натуральный подсластитель, а в составе совсем не то. Потому что патока – это, ну, это, по сути, и есть вытяжка углеводов, да, вот, которую используют в производстве для сладкого вкуса. Да, поэтому, Александр, вы молодец, что такой бдительный, и рекомендуем всем тоже бдительность сохранять, потому что маркетинг, он не стоит на месте, и очень хочет нас как-то обмануть, вокруг пальца обвести, и нужно не дать маркетологам это сделать. К сожалению, да. Вот, к сожалению, да, я вынуждена констатировать, поскольку ко мне часто обращаются пациенты, как раз показывая этикетки продуктов, которые они покупают для здорового питания без сахара, что на рынке сейчас очень много обмана. И вот эти все ПП-десерты очень часто бывают совсем даже не ПП. Поэтому, уходя от сладких вкусов, я всегда говорю, что лучше заменять сладости на умеренное количество фруктов. И вместо конфет и шоколадок съедать, допустим, яблоко, там, грушу или что-то такое. Потому что все-таки фрукты, хоть и содержат определенное количество сахаров, они поэтому имеют сладкий вкус, тем не менее это продукты, которые, где доза этих сахаров ниже, они содержат клетчатку, а значит, эти сахара не так повлияют на уровень глюкозы в крови, когда вы едите фрукты. Ну и плюс ко всему, там гораздо больше антиоксидантов и витаминов, которые помогают сохранять молодость. Поэтому вот уходя от сладостей через подсластители, все-таки я призываю прийти к тому, чтобы сладкий вкус вы получали в питании из натуральных продуктов, фруктов и ягод. Вот лично я использую манго, лично я использую банан, и мне, в принципе, вот этих фруктов, да, в составе там какого-то продукта, вот творог, например, я могу добавить, пюре из манго или пюре из банана, мне этой сладости уже достаточно. Или добавить куда-то, вот опять же, к каше какой-то ягод. Ну, максимум там, вот я всегда рекомендую, там, одну чайную ложку, там, сахара или меда можно. Но нужно отучить свой язык от настолько интенсивного сладкого вкуса, которого, по сути, нет в природе. Ведь мы в природе вот такого, ну, интенсивно сладкого вкуса редко где можем встретить. Марина Сергеевна, есть у нас возможность последний звоночек еще принять. Вячеслав, здравствуйте, вы в эфире, какой у вас вопрос к доктору? Здравствуйте, дорогой ведущий и доктор. Хотела вас спросить, вы частично немножко затронули в отношении бананов. Значит, если преддиабет, есть бананы желтые, есть бананы зеленые, пожалуйста, скажите, и в каком количестве все-таки можно или лучше? Можно зеленый банан, половинка на прием. Вот когда преддиабет и диабет, в принципе, очень важно следить за общим количеством углеводов в приеме. Это называется углеводная нагрузка. Вот где-то в интернете почитайте, вот именно про углеводную нагрузку. Сейчас мы даже уже меньше про гликемический индекс, больше про углеводную нагрузку говорим. И поэтому вот если у вас в приеме не было каши, не было хлеба, то есть не было какого-то картофеля, не было других углеводов, то абсолютно спокойно половинку банана вы себе добавить можете. А зеленые бананы, они калорийные вообще или нет? Ну, среднее, вот чтобы не запутывать людей, да, один банан 100 килокалорий. Ну, разница между зеленым там и суперзрелым, ну, она будет несущественная, так чтобы мы вот голову себе лишний раз не заморачивали этой информацией. Да, так, в общем-то, по тем крахмалам, вернее, по тем углеводам, которые содержатся в составе банана, они будут немного отличаться. Вот поэтому зеленый, он, конечно, не такой сладкий, обратите внимание, да, все-таки такой зрелый банан, он интенсивно сладкого вкуса. Это как раз зависит от того, что в процессе созревания вот углеводы в составе, они меняют свою форму и, соответственно, становятся, ну, такими более крахмалистыми, более сладкими. Марина Сергеевна, спасибо вам большое за этот час, который мы провели вместе, отвечали на вопросы наших телезрителей, многое прояснили, многое еще проясним в будущих эфирах. Спасибо вам. Спасибо вам, друзья, за ваши вопросы, обращения по телефону. И не забывайте, что мы здесь для того, чтобы помочь вам заботиться о своем здоровье. Меня зовут Алексей Чарский. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»